Привет! Мы с вами играем в Sims 4, и это династия Стекеринбург. Наша коня сейчас вылазит из ванны, а Андрей отправляется на работу. У кони еще до работы 8 часов, поэтому я думаю, что мы займем себя чем-нибудь в это время. Давайте ее переоденем в обычную одежду. И я хотела бы, чтобы коня сегодня пошлась, прогулялась по городу и познакомилась с соседями. Первые соседи, это я думаю, те, которые живут напротив. Неплохо было бы с ними познакомиться и узнать, кто живет в этом красивом, богатом трехэтажном домике. Поэтому Андрей отправляется у нас на работу, а конь, не почистив зубы, стала полностью уверенная в себе. Отправиться посетить соседей. Андрей, я смотрю, не очень собирается на работу. До работы ему 1 минута. Вот, видите, полежал и пошел. Молодец. Так, а конь у нас идет к соседям. Давайте посетить живой дом. Так, вот мы и пришли. Вот наш домик. То есть не наш домик, а соседский домик. А наш домик за спиной. Вот, видите, какой он. Ну, кстати, половины крыши нету. Нужно будет крышу расстроить. Вот, конь сейчас постучит в дверь, и мы узнаем, кто здесь живет. К соседям кони я отправляю не просто так. Дело в том, что, чтобы подняться по карьерной лестнице, ей нужно пожарить жареный сыр. Вот. А кухни дома у нас нет. Но я думаю, в этом домике он такой большой, что здесь кухня должна быть обязательно. Так, есть кто-нибудь, кто здесь живет? На первом этаже никого. Давайте посмотрим, кто у нас повыше. Так, стой, стой, стой. Юрий Давыдов. Давайте мы его поприветствуем дружески и спросим, не желает ли он отведать жареного сыра. Если он желает, то мы ему его приготовим. Вот, это у нас такой шеф-повар с вызовом на дом. Так, Юрий и... Юрий и Жанна. Это наши соседи. Давайте с ними наладим какие-то отношения. Все-таки с соседями нужно дружить. Вот, может, когда-нибудь нужно будет что-нибудь, будем к ним заходить. Или они к нам. Давайте с ними пообщаемся. Что можно? Давайте поговорим о наживке. Вдруг Юрий окажется рыболовом и знает какие-нибудь хорошие места, где кони может поймать рыбу. Общаются они, конечно, замечательно. Юрий повернулся спиной. А кони стоит сзади, что-то рассказывает. Я думаю, они будут совсем не против, если мы им приготовим жареный сыр. Так что, кони, давай вперед, отправляйся на разведку. Вот наша кухня. То есть, не наша кухня, а кухня наших соседей. И приготовим на четыре персоны жареный сыр. Как раз, думаю, всем хватит. Так, мы прерываем беседу, эту милую беседу. Видите, как они мило с коней разговаривают, отвернулись. И беседуют. А кони почему-то плетется в кухне. Непонятно почему, она уверенная в себе. Видите, у нее хорошие мудлеты. Нет, кроме одного она хочет спать. Да, кони хочет спать. Поэтому, я думаю, мы быстренько приготовим жареный сыр и отправимся спать. Видите, какая кухня здесь замечательная, большая. Да, кони, тебе тоже такое надо. Так что, повышайся на работе и купишь себе тоже только приборов. Да, и будет у тебя вот такая вот замечательная кухня. И ты будешь тоже готовить жареный сыр. Это больше похоже на гренку какую-то. Хлеб, да. Никто не видел, кони, не. Да, кулинар пока из тебя не очень. Какой же у нас навык кулинарии? Уровень повышен. Так, я не вижу кулинарию. Так, кони, подожди, куда ты есть пошла. Давай людей хоть пригласим. Ты же все-таки к ним пришла в гости. Давайте пригласить за стол. Пригласи. Приходите, приходите. Я вас гренками угощу с сыром. Так, о кулинарии у нас второй навык. И у нас, в принципе, все замечательно. Можно отправляться на работу. Так, коник вот пошла. Нет, никуда не пошла. Она ест сыр. Так, а где же наши друзья? Наши новые друзья? Кстати, кони нужно будет с кем-нибудь подружиться. А то совсем без друзей. У Андрея у нас, конечно, не в счет. Потому что у нас больше, чем друг. А наши соседи почему-то решили, что кони не очень хорошо готовят, наверное, и не стали пробовать ее сыр. Или они просто так сильно заняты. Я думаю, мы сейчас в одиночестве гордом доедим этот кусочек и отправимся домой, чтобы поспать. Вот так же кони неплохо бы повеселиться, но дома у нас веселиться, собственно, и нечем. Поэтому сейчас покушаем и отправляемся домой. Так, спасибо этому дому. Отправляемся к себе. Вернуться домой. Так, вот кони приплелась, приползла домой. Отправляем ее спать. Вот, она прежнему уверена в себе, но очень уставшая. Вот, пусть она выспится и пойдет на работу в каком-нибудь настроении получше, нежели напряжение. Скоро должен прийти наш Андрей, а кони работу уже... Нужно идти на работу через час. Кстати, дома у нас грязненько, поэтому Андрей сейчас быстренько все поубирает. Но мы не то, чтобы его... Оп-оп-оп. Я опять пропустила. Коня заснула, и ей нужно быть на работе. Так, а ну-ка, просыпайся давай. Как-то здесь все быстро летит время по сравнению с Sims 3. О, у кони обновка. Она теперь такая вот у нее униформа. И походка изменилась. Интересно, у нее другая была походка. Наверное, это из-за уверенности в себе. Так, кони у нас отправилась на работу. Ну, пришел Андрей, который очень хочет спать. Давайте его немножко отправим поспать, и потом пусть проснется и все поубирает. Потому что в доме, скажем так, мягко говоря, не очень прибрано. Да, а Андрей пришел с работы и что-то заработал. Да, 234 миллиона. И написано, что на работе он превосходно справляется. Это очень хорошо. У него хорошая продуктивность. Коня уже вернулась. Боже мой, это точно время летит молниеносно. Очень грустное, что это испорчено. Нужно его выбросить, этот салат. Андрей, ты все проспал. Ты должен был поубирать, приготовить, а ты спишь. Все они мужики такие. Так, кони, ну тогда придется тебе самой все мыть, убирать. Иного выхода я не вижу. Ну, приготовь что-нибудь. Давай приготовим. Все равно нам нужно навык повышать кулинарии. Давай приготовь на 4 человека салат. Коня опять находится в напряжении. И у нас еще сломался холодильник. Ну, холодильник, кони, ты чинить уже точно не будешь. Поэтому мы сейчас разбудим нашего Андрея. Сколько можно спать? Вставай, иди, чини холодильник. У меня, наверное, и нету навыка даже. Механика первой. Ну, нормально. Пойдет. Кони готовит салат. А кони салат-то готовить не умеет, режется постоянно. Вот она. Настала бытовая жизнь. Это вам не свидание романтические, где сердечки летают, песенки поют. Это жестокая жизнь. Да, вот кони стоит, ковыряется в ухе. Тут же готовит этими руками, не помыв салат. И Андрей такой себе в халате чинит холодильник. Это у нас полночь. Так, кони еще недовольны тем, что вокруг очень грязно. Конечно, недовольны. Так, взяла покушать. Давай, наверное, сейчас я тебя отправлю спать. А Андрей у нас выспавшийся, поэтому он покушает и будет здесь наводить порядок. Давай тоже возьми салат, взять еду. И будут они кушать. Так как у них нет столовой, то у них в спальне это одновременно... Это опять... Это опять вот эта вот... Его безумная черта характера. По-моему, кони в восхищении. Смотрите, они флиртуют друг с другом. Видимо, кони ни капельки не обиделась, что Андрей все время спал, а ей пришлось готовить ночью. Ну ничего, сейчас, кони, ты выспишься, а он все поубирает зато. Ты готовила, а он убирает. Вот такое распределение домашних обязанностей. Так, отправится спать. Вот Андрей отправил его в туалет. Вот и посмотрим, что можно поубирать. Тут все чисто. Еду мы поставим на место, то есть в холодильник. Вот, и остальное все поубираем. Пальдюль я, мои, хорош болтать. И они все никак не могут наговориться. Так, все, кони отправляется спать. А наш недовольный Андрей, а чего он недовольный? Он недовольный, потому что он делал ремонт. Оказывается, а ему палец прищемило. Вот, и также у него опять недостаточно активности. Ну вот, Андрей, сейчас как раз все поубираешь, и тогда будешь отжиматься и приседать, что ты там хотел делать. Ну вот, а пока похозяйничай. Наведи у нас тут порядок, потому что ну совсем уже у нас стало грязно. А, кстати, кони-то деньги заработала. Я не посмотрела, повысили ее или нет. Так, Андрей получает навык. Кони возвращается с работы. Нет, кони не повысили, к сожалению. Так что зря мы готовили жареный сыр. Продуктивность у нее хорошая, я смотрю, такая средняя. Мы все выполнили, но тем не менее мы не поднялись по карьерной лестнице. Так, а вот этот вот хлам, который остался от ремонта холодильника, его можно разобрать на детали. Давай его разберем. Может, что-то полезное мы получим. Видите, как хорошо Андрей убирает. Так, выбросить мусор. Андрей получает следующие детали. Деталь для улучшения обычных приборов. А что мы можем улучшить? Унитаз не можем улучшить. Ванну тоже не можем. Наверное, можно улучшать только, когда у нас будет достаточный навык механики. Ну, это я так полагаю. Давайте все поубираем и отправим Андрея позаниматься физической активностью. Он у нас был грустный от того, что он ничего не делал. Давайте пусть он поотжимается. Ведь он так этого хочет. О, у него появилось желание купить микроскоп и купить плиту. Андрей у нас такой разносторонний человек. Получается, у него черта гений и спортивный. То есть, он хочет и отжиматься, и заниматься наукой. И при этом всем у него мечта всей жизни стать поваром. Зато он, наверное, будет интересным собеседником, потому что может о многом поговорить. Даже не меняя одежду на спортивную, вот он отправляется на тренировку. Но настроение это нам, тем не менее, не повысило. Вот, а досуг он повышает тем, что просматривает веб-страницы. Я смотрю, им обоим очень скучно. И Конни, и Андрею. Поэтому, может быть, им сходить куда-нибудь поразвлечься. Давайте куда-нибудь их отправим. Может быть, в бар. Или куда-нибудь пусть сходят развлекутся. Я думаю, что мы пойдем, наверное... Давайте пойдем в ночной клуб. Городок Вилу Крик. Вот мы здесь, по-моему, еще ни разу не были. Так, вот они прибыли в ночной клуб. А я думаю, для начала можно что-нибудь заказать и выпить. Вот у нас бармен. Варная стойка. Заказать напиток. Давайте Андрею закажем напиток Туман и Ветер. Понятия не имею, что они подают. Вот почему-то у Конни меньший выбор напитков. Ну, пусть выпит, гаечный ключ. Так, Конни в напряженном настроении. А Андрей у нас счастлив, да? Он, наверное, давно хотел в конечной клуб попасть. Вот, я думаю, они немножко сейчас выпьют, посидят за барной стойкой, а потом я отправлю их потанцевать. Вот, а тут уже и Симы подходят. Так, и Конни тут уже как тут подошла. Чего же она пошла сушить, если я ей сказала, что она что-то выпила. Заказать напиток. Давайте вот туда пикантная лама. Так, их настроения уже изменились на хорошие. Конни уже в возбуждении. Поэтому, думаю, можно пофлиртовать и заигрывать с Андреем. Потому что мы уже давно с ним не общались. С тех пор, как мы переехали, на нас нахлынула волна рутины. К этому даже не было времени, чтобы поговорить. Пусть хоть отвлекутся, а поболтают. Лина, Конни опять в напряжении. И это все из-за того, что очень низкий досуг. Поэтому, ладно, пусть они поболтают потом. А сейчас давайте отправим их потанцевать. Вот. Может, хоть как-то поднимем досуг, и они будут немножко повеселее. А одновременно с тем, как она болтает... А, напиток еще готовится. Это я смотрю, бармен как раз сейчас делает напиток. А нет, они выпили он сейчас из невидимых чашек. Видимо, напиток уже выпит. Так, Андрей, ты же к нам присоединишься. Не танцевать же нам в одиночестве. Конни уже как резвиться. Давайте. Заодно пообщаетесь, повысите досуг, и хорошо проведете время. Но они решили потанцевать не вместе, а через стол и стул. Ну, вот так. Так, вот досуг наш пошел повышаться. Забавно они танцуют, конечно. По-моему, одни и те же движения. Наверное, под одну и ту же музыку. Здесь блюз и никакой другой музыки нет. У Андрея впереди еще три выходных. А Конни на работу уже через девять часов. Представляете, ей через девять часов идти на работу. Сейчас семь часов утра по Симскому времени. Вот. И ей идти после того, как она выпила в ночном клубе коктейль. И пикантная лама, вот, и полночи протанцевала. Ну, не полночи, но хотя бы полутра. Вот. Андрею хорошо будет себе отсыпаться дома. Вот. К нам присоединился Боб Панкейк. Тоже показывает движение, которое он знает. У них был один и тот же учитель танцев. Потому что движения у всех абсолютно одинаковые. Андрей уже хорошо поднял свой досуг. Конни еще нет. Конни также еще хочет в туалет. Я думаю, еще немножко мы здесь потанцуем, порезвимся. И отправимся домой. Потому что Конни нужно будет еще... Может быть, даже не выспаться. Можно и поспать перед тем, как идти на работу. Я надеюсь, хоть в этот раз ее повысит. Так, ну, дорогие мои, уже скоро 9 часов утра. Поэтому пора бы честь знать и отправляться домой. Не вечно же быть в клубах. Поэтому я отменяю все действия и отправляю их домой. Так, вот они вернулись домой. Я думаю, Конни перед работой стоит немножко вздремнуть, чтобы пойти в хорошем настроении. Андрей тут же принялся заниматься физической активностью. Но никак он не может жить без физкультуры. А я, наверное, закончу эту серию. И в следующей серии уже тогда попробуем сделать что-нибудь побольше. Всем спасибо за внимание. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok